А МИЧ может сесть в тюрьму за продажу несуществующей мебели. Об этом рассказали в полиции. Установлено 21-летний житель советского округа регистрировался в социальных сетях по чужими именами. Размещал в группах объявления о продаже мебели или бытовой техники. Фотографии находил в интернете. Иногда снимал видеообзор товаров, которые стояли дома у знакомых или родственников. Так клиентов было легче заманить, пояснил мошенник. Покупателя привлекала и низкая цена. Мужчина просил отправить ему предоплату до 4000 рублей, а после удалял объявление и создавал новое. В полицию обратились 17 человек. Потерпевшие – жители разных регионов России. Общий материальный ущерб – 50 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Даже если человек обманул на 3000, я считаю, что если я ее обманул хотя бы на 3000 человек, зато когда ее будут просить перевести 500-600 тысяч, она уже этого не сделает. Потому что она уже будет понимать, что это возможное мошенничество. То есть, с вашей точки зрения, вы делаете благое дело? Ну, я не то, что делаю благое дело, но я подаю в руки. Это уже не первая попытка амича заработать на несуществующих товарах. В 2020-м мужчина продавал фейковых щенков и котят породы Мэйн Кун. За преступление получил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова